Следующее. Мы поговорим про вот эту вот стрелочку. Что такое эти векторы и что значит, что сила это вектор? Значит, поговорим про сложение векторов. Вы помните, что у вас есть тело. Я буду всегда тело рисовать какой-нибудь там коробкой. Вот у вас есть коробка, которая висит в космосе. И на него могут действовать силы. Может действовать одна сила и другая сила. Его толкают и тянут одновременно, но немножко в разных направлениях. Чтобы узнать результирующую силу, несколько есть способов. Вы берете один, назовем это F1, это F2, стрелочка, стрелочка. Вы берете один вектор, приставляете ко второму параллельно, к концу. И находите результирующую силу. Я ее обозначу красным. Вот это будет результирующая сила. F, F3 равно F1 плюс F2. Видите, здесь все время стрелочки, потому что это векторное сложение. Да, это результирующая сила. Так вот, я надеюсь, что синусы и косинусы станут вашими лучшими друзьями в этой серии учения. Потому что они вам очень часто понадобятся. Сейчас мы рассмотрим вопрос о том, как убрать стрелочки из нашего описания сил и как ввести систему координат. Да, самое главное про сложение сил, я думаю, вы все знаете уже из математики. Сложение векторов из математики. Да, и складывая вектора, вы получаете результирующую силу. Смотрите, у вас есть, как всегда, коробка. И на нее действует какая-нибудь сила. Вы выбрали, например, сюда сила действует. А у вас так случилось, что коробка стоит здесь вот на земле. И вы решили выбрать оси координат, такие, которые перпендикулярны и параллельны земле. Оси координат я обозначу тем же желтым цветом. Вот моя ось координат у, а вот моя ось координат х. Итак, у вас есть сила. Сила 1 назовем ее. Которая есть направление. Выбрав оси координат, вы сразу же можете найти проекцию силы в данном направлении. Да, вот, например, вы можете найти проекцию силы на ось Y. Она будет вот такой. И я на ней зову ее F1Y. У нее все еще есть направление, но мы теперь знаем, что это направление по оси Y. Проекция на оси X вот такая. Это будет F1X. У нее тоже есть направление, но она по направлению оси X. То есть мы как бы раскладываем силу F1 на две составляющие, которые, если сложим, получим назад F1. Это самая главная идея. Да, то есть любую силу можно разложить на составляющие, насколько хотите их. Но обычно на две раскладывают, из которых эта сила состоит. И обычно это перпендикулярные составляющие. Да, между осями у нас 90 градусов. Вот этот угол 90 градусов между осями. Да, давайте сейчас еще немножко усложним нашу систему. И введем угол наклона к оси X. Да, смотрите. Я его введу красным цветом. Вот этот угол будет углом альфа. Давайте я перерисую свою картинку, чтобы вам было удобнее понимать. Я просто сотру с нее коробку. Да, представим, что нам коробка не нужна. И я сотру с нее зеленую землю. Да, у нас остались только оси координат. Абстрактная штука. Как найти F1X и F1Y? Вы дорисовываете, ну, вы рисуете прямоугольный треугольник. F1X довольно просто найти. Вы помните, что здесь у вас прямоугольный треугольник. У вас прямоугольный треугольник. Вот он. Этот угол 90 градусов. Да? Тогда F1X – это катет. Сегодня я буду рисовать, чтобы вам было понятно всегда. Это катет. Прилежащий катет. Делить на F1 гипотенуза равно косинус альфа. Я сотру стрелки, потому что мы сейчас говорим только о величине. Да? То есть мы говорим... В принципе, если бы я хотел очень четко и правильно написать, мне нужно было бы написать так. F1X модуль делить на F1 модуль. И, соответственно, беря модуль, я могу стереть стрелки и получить предыдущее уравнение. Но главная идея вам понять, что длина катета F1X к длине гипотенузы F1 равна косинус альфа. Поэтому отсюда вы сразу же можете достать F1X, зная F1 и косинус альфа, как F1 умножить на косинус альфа. Немножко подумав и поняв, что вот эта стрелка равна вот этому расстоянию, просто нарисуйте для себя треугольник и поймите это. Вы можете понять, что F1Y разделить на F1 равно синус альфа. Да, посмотрите на эту картинку. И, соответственно, F1Y будет равен F1 умножить на синус альфа. Альфа может быть любым. Альфа может быть 30 градусов, 45 градусов, неважно, чему он равен. Самая главная идея, понимайте, что вот эти вот буквы, они выглядят странно. F1, F1Y – это просто название для длины. 5 сантиметров, 4 сантиметра, да, и так далее. Просто длина. Или, ну, для силы это скорее не сантиметры, а ньютоны, но это просто величина. Вам нужно это понимать также. Ну, вот так рисуется проекция и так находятся силы.